Добрый день! Продолжаем изучать серию Pyraminx Transformer от компании Limpub 2х2. Название может не совпадать, я наверняка Голомки уже перепутал. Это уже третье видео из серии. На этот раз у нас будет ромбоидр. Вот такой вот чудо-юдо параллепипед с ромбами в основаниях. Ну, коробочка точно такая же. Отличается только вот этот иероглиф. В серии есть вот такой вот маленький октайдр. Обычный Pyramorphix с дополнительными элементами. И вот такой вот, как волчий клык. Двойная пирамидка. Позже, в следующий раз, расскажу и про нее. Ближайший по форме похожий кубик нашелся вот такой вот. Это Diancheng Blade. Но по сборке у них ничего общего, конечно, нет. Похожая только форма. Это Shape Mode кубика 3х3. Это Shape Mode 2х2 с дополнительными элементами. И да, здесь наконец-то будет трансформ, трансформация. Так как в октайдре, хоть он и не безинтересный, но трансформации не было. То есть форму он не менял. Я предварительно пособирал. Собирается не очень сложно. И, как оказалось, наверное, даже проще, чем вот этот октайдр. Понятно, что есть здесь общее с обычным пираморфиксом. Это пираморфикс, у которого некоторые вот эти трехцветные углы заменили на одноцветные. Если сделать какое-нибудь вот такое вот движение, то мы получим, что это вот такая вот часть. Вот эта часть, где вот эти трехцветные заменены на одноцветные элементы. Ну, очевидно, что собираться будет примерно как 2х2. Будет менять свою форму. И благодаря тому, что есть вот эти одноцветные элементы, кое-где можно будет пренебречь ориентацией. Но не везде. Давайте перемешиваем. Перемешивать тут особо много не получится. Интереснее перемешать дополнительные элементы. Поверхность матовая. В руках слегка скользит. Но не критично. Так. Что-то сдвинул. Вращаем еще. Дополнительные элементы. Некоторые тоже одноцветные. А некоторые двухцветные. То есть невзаимозаменяемые. Вот. Какая-то такая фигурка получается. Мы еще немного покрутим. И будем собирать. Что же это такое? Ну, сначала не будем обращать внимание на дополнительные элементы. Соберем просто форму. На октайдре. Или как раз наоборот. Я сначала расставил все элементы к большим. По цветам. Потом уже собирал по цветам. Здесь. Выберем с чего начать. Ну, давайте начнем. С бело-сине-красного угла. Сюда нужен белый треугольник. Из-за того, что эти вот выпирают части, иногда может не вращаться. Чуть сдвинуться. Пальцами их можно зацепить. Вот бело-синий. Нет, белый и синий. Две грани. Нужен сюда еще один элемент. Ну, я схему помню. А здесь дальше должен быть оранжевый. Оранжевый. Вот такой. Ну, в любом случае, можно восстановить по уголкам. Так, что мешает. Вот повернулся. Оранжевый. Интуитивно. Пиф-пафом. Ставим сюда. И вот это получается, как будто бы первый слой от кубика 2х2. Белый, оранжевый, синий и бело-синий. Где-то тут красный еще был. Теперь нам нужно вот этот трехцветный уголок поставить вот сюда. И проверить остальные цвета. То есть вот этот должен стоять здесь. Его просто надо будет развернуть. Здесь красный нужно сюда поставить. Синий. Непонятно. Но напротив белого должен быть желтый. То есть желтый должен быть здесь. Что получается? Зеленый тогда должен быть здесь. То есть один так вот на месте стоит, а остальные нет. Это нам не подойдет. Передвинем вот так. Теперь желтый напротив белого ставит хорошо. Красный напротив оранжевого стоит хорошо. Но вот эти два надо будет поменять. Для этого мы просто сделаем Т-перм из кубика 3х3. Если нужно поменять по диагонали, можно сделать комбинацию палка. Так как ориентацию мы все равно пока не делали. Можно это сделать потом. Я делаю Т-перм. Сначала пиф-паф. Если я нигде не сбился, должно быть уже неплохо. Проверяем. Белый, оранжевый. Хорошо. Зеленый напротив синего. Хорошо. Оранжевый напротив красного. Хорошо. А уголочек надо развернуть. Ну и здесь разворачивать его можно, конечно, по-разному. Можно вспомнить из пираморфикса. Алгоритм. Где мы можем вот так вот. Раз. Раз. Два. Разворачивать. Или можно как в 2х2. Но если не владеть пираморфиксом, я покажу, как для обычного кубика 2х2 это делать. То есть мы разворачиваем вот этот до тех пор, пока он не станет оранжевым. Делаем либо два, либо четыре пиф-пафа. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Оранжевым не стал. Делаем еще. Да, конечно. Не очень легко ориентироваться из-за этой формы. И разъезжается все. И вот он стал оранжевым. Но вот эта часть перемешалась, поэтому мы сюда подворачиваем любой одноцветный. Делаем оставшиеся пиф-пафы. Сделали четыре, значит доделаем еще два. Так. Ну и докручиваем. И вот основная головоломка без дополнительных элементов вроде бы уже и собрана. Дальше нужно собрать оставшиеся. Ну, это делается в основном интуитивно. Почему-то мне запомнился Fishing Scub. Да, и принцип примерно такой. Элементы похожи. Здесь вот бело-синяя можно куда-то сюда поставить. Вот так вот подверну. Сюда. Разверну. Обратно. То есть форму оставляю на месте. Но зато пару элементов уже поставил. Сюда нужно синий-оранжевый рядом. Поищем синий и оранжевый. Вот. И синий-оранжевый, да еще и в двух направлениях можно взять. Посмотрим, какой нам нужно оранжевый сверху. Вот оранжевый сверху. Чтобы вот эти не потерялись, ставим их справа. Сюда на их место синий-оранжевый. Разворачиваем. И изменяем первое движение. И вот у нас первый такой центр, так сказать, готов. Продолжаем. Можно собрать что-то здесь. Здесь нужен синий-красный большой. И к нему либо синий, либо красный. Синий-красный вот. К нему вот такой вот красный можно. Передвинем сразу вот сюда. И сюда нужно еще синий и желтый. Синий сверху, желтый снизу. А здесь есть синий сверху, желтый. Не то направление. Значит вот сюда поставим какой-нибудь желтый другой. Всегда с возвратными движениями. И отправим куда? Вот сюда. Ну, стоит слева и тут слева. Значит слева забросим. Развернем. Вернем. Вот еще один готов. Дальше. Вот здесь вот зелено-оранжевый красиво стоит. И зелено-желтый есть. Давайте, чтобы не ломать зелено-желтый, его оттуда заберем. Зелено-оранжевый поставим. Сюда нужно зелено-белый. Зелено-белый не такой, видимо. Нужно, чтобы зеленый был сверху. Поищем. Вот тут вот есть что-то. Чтобы зеленый был сверху, наш белый должен быть снизу. Так, стоять. И поставим вот сюда. Не так. Наоборот. Зеленый должен был быть все-таки снизу. А, или я не тот смотрю. Какой я собирал. Белый-зеленый. Да, но все-таки не тот. Немного перепутал. Легко поменяем. Вот эти два отправим вот сюда. На место зелено-оранжевого. И очередной элемент готов. Так. Здесь вот у нас зелено-желтых много. Хотя, наверное, было бы лучше бело-красный собрать сначала. Если мы вот здесь вот соберем, то останется у нас два рядом. Давайте так и поступим. Немного пожертвуем. Так. Здесь вот есть. И надо на это место зелено-красный. Причем зеленый должен быть сверху, красный снизу, и они слева. Так. Ну, я сейчас делаю максимально эффективное движение. И получу сразу две пары зелено-красных. Или еще на свет сохранится. Будет замечательно. Итого. Красный сверху, зеленый снизу. Вот так. Здесь оставляем бело-красный. И остается два. Здесь они могут либо интуитивно сами собраться, либо могут не собраться. Посмотрим, что у нас есть. Тут три стоят в разнобой. Тут... А, тут все хорошо. Тут все само собралось. Но... Будем решать, что есть. В конце требуется три цикла. Можно, конечно, здесь что-то попридумывать. Ну, поразрушать вот это. А можно и без того. Мы знаем три цикла, который меняет три элемента в таких центрах. Если их можно так назвать. И здесь есть одинаковый желтый. Если я вот этот желтый поставлю сюда, этот желтый пойдет сюда и будет хорошо. Оранжевый сместится. И это нам уже поможет. Три цикла, как во многих головоломках. Поднимаем, поворачиваем против часовой, поднимаем с другой стороны, поворачиваем обратно, опускаем против часовой, опускаем обратно. Здесь у нас ничего не поменялось. Но зато тут элемент уже стоит хорошо. Теперь нужно вот эти два места поменять. Но для этого нам нужно, учитывая, что все остальное собрано, найти где-то оранжевый либо синий. Тут нет. Тут есть. Ставим синий на место синего. Для этого здесь подвернем. Ну, оранжевый сюда сместится. Так. Так. И вот так. Здесь хорошо. И здесь хорошо. Вполне интересная головоломка. Не очень сложная. Можно собирать. И сборка абсолютно не такая, как на октаэдре. Но будет, наверное, похоже на сборку вот этой пирамидки. Вот эти головоломки похожи. Но здесь полностью можно как пирамид собрать. и потом уже развлекаться с этими деталями. И здесь один двухцветный центрик. А тут таких будет два. Ну, когда-нибудь я сделаю обучающее видео по каждой головоломке. А так, на этом пока все. Интересная головоломка. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры